...почву для дальнейших санкций в отношении нашей страны? Ну, вообще, достаточно странная ситуация. Я могу привести такую аналогию. Идет война, скажем, там, Вторая мировая война. Вдруг, неожиданно, там, Берлин предъявляет какую-то претензию к Англии, Франции или Соединенным Штатам о том, что они нарушают конвенцию о дипломатической службе. Это война. Да, понимаете, мы же все время говорим, что торговая война. И при этом мы ссылаемся на какие-то там документы, которые в условиях войны уже не работают. Но надо только сказать, что войну эту начали не мы, а начали в Вашингтоне. Надо сказать еще следующее, что уже на тот момент, когда Россия вступала в ВТО, вернее, ее туда за уши тянули, это отдельная интересная история. Я помню, в 2012 году я помогал некоторым депутатам Государственной Думы разобраться в этом вопросе. А вопрос предельно был простой. Нам в ВТО делать нечего. Почему нам нечего делать? А потому что у нас экспорт сырьевой. А сырьевой экспорт, он не облагается импортными пошлинами. Нам нечего искать-то там. Это вот Китай, который в начале нулевых годов в конце концов добился вступления в ВТО. Ему это было важно, потому что у него 90% экспорта – это продукты, обрабатывающие промышленности. Это готовые товары. Поэтому для Китая это важно. Для нас, так это было понятно с самого начала, что нас туда втягивали за уши для того, чтобы через ВТО получить еще один инструмент управления Россией. А потом еще в 2014 году угрянули санкции Соединенных Штатов Америки, Евросоюза. И получается, что мы границы свои открыли, а границы других стран на амбарном замке. Более того, на момент вступления ВТО характеризовалась грубейшими нарушениями устава со стороны Соединенных Штатов. Я специально собрал информацию из таких источников, как ВТО, как United Nations Conference on Trade and Development, ну и так далее. Выяснилось, что в начале нулевых годов Соединенные Штаты объявляли те или иные санкции в отношении стран, население которых составляло половину населения Земли. А в уставе в этом прямо записано о том, что это организация, которая, значит, призвана развивать свободную торговлю. И естественно, что санкции односторонние, не поддержанные совбезом ООН, это грубейшее нарушение международного права. Вот как мы вступали в организацию, где полный правовой беспредел. Ну, один только был аргумент. Туда можно было вступить для того, чтобы первым делом поставить вопрос о том, что Соединенные Штаты грубейшим образом нарушают, и либо потребовать от Соединенных Штатов, чтобы они выполняли устав ВТО, либо потребовать исключения от организации из ВТО. Я понимаю, что это нереально, но это был бы такой политический ход, который бы, ну, отрезонировал бы в мире. Все бы задумались, а что это за организация такая? Я же вот 50 лет назад учился МГИМО на факультете международных экономических отношений. Как раз моя специальность – это экономист по внешней торговле. И тогда не было ВТО. Тогда было генеральное соглашение по тарифам и торговле. И тогда скрупулезно выполняли все условия ГАТА. Такого беспредела не было. Поэтому люди, которые, может быть, уже вошли в такую сознательную жизнь в 21 веке, они даже не понимают, а как вообще цивилизованно торговать. Я это помню. А сегодня полный беспредел. Поэтому обсуждать то, что там Соединенные Штаты нам предъявили какую-то претензию, хотя они хулиганы, это самое мягкое, что можно сказать. Они вообще-то беспредельщики, они преступники. Они нарушили все нормы международного права. Валентин Юрьевич, США нарушают все нормы международного права. Россию втянули за уши во Всемирную торговую организацию. Мы втянули за уши. Теперь мы можем из нее выйти? Конечно, конечно. Я знаю, что ряд депутатов подавали такую идею выхода. И я в 2012 году предупреждал. Правила ВТО так устроены, что рубь за вход – 10 за выход. Это примерно как Brexit. Ну, с чем нам это может грязи? Ну, дело в том, что мы еще не успели наработать, будем так говорить, больших обязательств ВТО. Поэтому чем раньше, тем лучше. Но сейчас можно выйти и сказать, друзья, Соединенные Штаты все равно устав ВТО нарушают. Поэтому на этом основании мы из организации выйдем. Да, совершенно верно. Я понимаю, что если бы, скажем, за эти годы Россия кардинальным образом изменила структуру своего товарного экспорта в пользу обработанных высокотехнологических товаров, тогда еще можно было бы хоть как-то обосновать наше участие в ВТО. А сейчас это совершенно нерационально и необъяснимо. Вопросы от зрителя поступают. Ирина Мельникова. Разрыв договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ДРСМД способен расколоть НАТО и Евросоюз? Уже несколько дней этот вопрос номер один в информационной повестке. Ну, безусловно, что это особенно ударяет не по Соединенным Штатам, а по европейским странам. Потому что именно на территории Европы Вашингтон размещал и размещает подобного рода оружие. И я думаю, что инстинкт самосохранения еще не исчез полностью у европейцев. Поэтому я рассчитываю, я не очень внимательно слежу эту тему, но знаю, что нормальные здравомыслящие европейцы, образованные европейцы, вот Боквай вчера с одним поляком разговаривал, они это прекрасно понимают. И они четко говорят, вы понимаете, как устроена Европа? Есть некая верхушка национальная и даже наднациональная Брюсселя. А есть вот мы, обычные граждане Европы. И мы не просто не совпадаем по своим оценкам, по своим взглядам на окружающий мир. Мы просто противоположны. Вот так устроена современная Европа. Поэтому не знаю, насколько здравомыслящие европейцы сумеют как-то надавить на свои власти для того, чтобы... Ну, как-то... Ну, идеально было бы, чтобы Соединенные Штаты вообще убрали с территории Европы. Да, идеально. Идеально, да. Но я понимаю, что Европа настолько слаба, что этого не произойдет. Ну и что означает этот акт денонсации соглашения? Это фактически объявление нового витка гонки вооружений. Нового витка гонки вооружений. Безусловно, у американцев уже есть какие-то наработки по новым видам ракет средней и малой дальности. И тут главное, нам бы опять не вляпаться, как мы в 80-е годы вляпались в ЛЖ-гонку, когда американцы объявили СОИ. Стратегическая оборонная инициатива, которая потом уже выяснилась была полным фейком. Но мы напрягали свои силы, мы мобилизовали очень ограниченные ресурсы. И, конечно, это подрывало позиции Советского Союза. Так что это был такой, я бы сказал, не военный инструмент, а это был инструмент такой спецпропаганды, который, к сожалению, сработал. Мы заглотнули этот крючок. Поэтому сегодня очень много материалов по поводу того, что у нас появляется, что у них появляется. Безусловно, здесь нужны очень серьезные эксперты для того, чтобы разобраться во всем этом многообразии новинок в области не только ракет малой и средней дальности, но и вообще всего этого спектра оружия. Александр Юрьевич, ну как теперь не заглотнуть этот крючок? Ведь если Соединенные Штаты, а у них есть на выход из договора полгода, подтянут на протяжении этого, по истечению этого времени уже наступательные ракетные комплексы в страны Европы, в Японию, в Южную Корею, Россия же должна будет отвечать и те же ракеты подкатывать уже к нашим границам. А это определенные финансовые ресурсы, которые увеличиваются на финансирование оборонной отрасли. Но дело в том, что тогда американцы боялись ракет малого и среднего радиуса по той простой причине, что они были под прицелом этих ракет также. Я имею в виду Кубу. И, конечно, значит, сегодня обсуждают вопрос о том, что надо сохранять отношения с Кубой, но прежде всего даже не экономические. Куба для нас важна как военный плацдарм. И я не знаю, как-то в средствах массовой информации не особенно обсуждается эта тема, но Кубу мы никак не имеем права терять. Особенно сейчас, когда американцы вышли из этого соглашения. Может, они поэтому и вышли из этого соглашения, поняв, что на Кубе уже мы номинально присутствуем. Нам надо восстанавливать свои позиции на Кубе. А американцы не имеют такого желания усилить свои позиции на островах Курильской гряды, за которой сейчас идет борьба между Россией и Японией? Это безусловно. Извельцам нельзя верить японцам, потому что японцы очень зависимы. Фактически это полуколония американская. И вопрос Курильских островов, это вопрос даже не просто территориальный, это вопрос военно-стратегический. Моментально там окажутся какие-то вооруженные силы Соединенных Штатов. А Европа все-таки может огрызнуться? Ведь, как вы правильно заметили, наши ракеты, если все-таки нам придется ответить зеркальными мерами, в первую очередь угрожают не Вашингтону, а Брюсселю. И во вторую очередь, это опять-таки не только стратегический вопрос безопасности, это еще и экономический вопрос. Трамп требует от Брюсселя, чтобы он увеличивал военный бюджет, а не многие страны Европы это желаете. Ну вот как раз по второму пункту здесь все проще, значит, европейцы так или иначе отбояриваются от этого требования. Что касается, значит, потребовать перемещения ракет через Атлантический океан, это намного более серьезная проблема для европейцев, и пока они с ней не справятся. Это очевидно. Те же самые немцы даже не заикаются об этом. Даже не заикаются. Для меня это даже немножко как-то и чудно, и непонятно. Я вот полгода назад с немцами общался, вроде бы с такими продвинутыми интеллектуальными немцами. Я говорю, вы объясните, что заставляет вас сохранять военные базы на своей территории? Ну какие рацио? Какие рацио? Ну не могут они объяснить, хотя такие рационалисты. Владимир Владимирович, ну переходим к нашей следующей теме, которая отчасти тоже касается США и торговых войн в отношении России, санкционного давления я имею в виду. Тегеран не согласится на условия, выдвинутые европейцами, для начала функционирования механизма финансовых транзакций с Исламской Республикой. Об этом заявил глава судебной власти Ирана Айетала Сарде Кардыши Рамали Лариджани. Он назвал сам механизм неполноценным, а условия для его запуска унизительными. На прошлой неделе главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном. Отмечалось, что Инстекс на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты. Также три страны отметили свою решительность расширения Инстекс на другие заинтересованные европейские государства. Цель проекта оградить от американских санкций в отношении Ирана традиционные финансовые компании, банки и платежные системы, продолжая экономическое сотрудничество с этой страной. Валентин Юрьевич, ну на первый взгляд вроде бы все неплохо. Почему Иран-Кабенец? Ну я хочу сказать, что тут много непонятного. Если бы я был на месте Ирана, я тоже бы удивлялся бы каждый день. Ну для начала, значит, когда уже Трамп заявил о своем выходе в мае, Европа там сделала некоторые заявления, сказала о том, что экономические санкции не будут действовать на территории Европейского Союза и так далее, и так далее. Все это были декларации, и как мы прекрасно видели и видим, постепенно европейский бизнес стал сворачивать удочки и уходить из Ирана. Там были многомиллиардные инвестиционные проекты в области разведки и добычи углеводородов, развития инфраструктуры, строительства автомобильных заводов, были расторгнуты торговые контракты на миллиардные суммы. Короче говоря, это яркое свидетельство того, что европейский бизнес подчиняется командам из Вашингтона, а не из Брюсселя. Это первое. Ущерб себе. Да, второе, значит, да, где-то в сентябре только впервые, значит, Брюссель объявила о том, что он будет все-таки создавать какую-то альтернативу Свифту. Для меня сразу возник вопрос, а зачем создавать альтернативу Свифту? Давайте работать через Свифт. Свифт, ведь европейская компания, Свифт зарегистрирован в Бельгии, и хорошо, вы создадите какую-то новую компанию. Ну и что? Ведь она точно так же подпадет под влияние американцев. Ведь никто громко и честно не признается о том, что Свифт находится под контролем американцев. И любая транзакция, она моментально становится известна в Госдепе, в Центральном разведывательном управлении, в Минфине Соединенных Штатов. Так, ребята, а не проще ли навести порядок в Свифте? Чем создавать какую-то мифическую новую систему. Да, создавать какую-то мифическую... Наведите порядок в Свифте. Нет, не захотели наводить порядок в Свифте, а начали создавать новую. Ну, значит, говорили, что уж до конца года она заработает, эта альтернативная система. Это что-то такое, альтернатива Свифта, это информационная система, обеспечивающая платежи, как раз вот в условиях санкций, платежи между европейскими компаниями и иранскими банками и компаниями. Ну, значит, ожидали в ноябре, не произошло. Ожидали в декабре, опять не произошло. Но, наконец, стали появляться материалы, которые объясняют, в чем дело. Боятся. Никто не хочет размещать эту компанию на своей территории. Ну, наконец, нашелся один смельчак, Макрон. Ну, он примерно так действовал. Двум смертям не бывать, одной не миновать. То есть он испортил отношения с Вашингтоном окончательно. Ну, и решил, давайте, ребята, будем размещать компанию на моей территории. Ну, а что получилось? Получился пшик. Потому что это не аналог Свифта, а это фактически какая-то бартерная схема, которую обслуживает какой-то банк. То есть, на самом деле, деньги просто мерещаются с одного счета на другой. Но принцип бартерной торговли. То есть вы нам нефть, мы вам река. Совершенно верно. Фактически это что-то типа нефть за продовольствие. Или нефть за продовольствие и медикаменты. Это очень ограниченный товарный набор. Причем это такой товарный набор, который не подпадает до сих пор под экономические санкции. А вот иранская нефть подпадает под иранские, то есть под санкции Соединенных Штатов. То есть, бенефициар создания этой новой системы, Инстекс это европейский? Ну, это фактически, да. Фактически это вот бартерный механизм. Не платежный, а бартерный. Это вот принципиальное различие. И, конечно, значит, ну даже вот такой вопрос. А кто со стороны Европы будет осуществлять торговлю нефтью? Боятся. Боятся. И Макрон боится. И Макрон боится. И я думаю, что ни одна из серьезных нефтяных компаний в эту схему не войдет. Скорее всего, этим ребятам придется, кроме вот этого механизма, бартерного, создавать еще новую нефтяную компанию, которая точно не будет выходить за пределы европейской юрисдикции и ничем рисковать не будет. То есть, это сложная конструкция. Ну, гора родила мышь. Гора родила мышь. Правда, были некие такие оговорки со стороны европейских журналистов, когда эта новость прошла, что типа того, что этот механизм будет расширяться, что, значит, будет увеличиваться набор товаров, который будет проходить через этот механизм, что появятся новые страны-участницы, что кроме трех этих стран, Великобритании, Франции и Германии, будут другие страны Европейского Союза, может быть, какие-то страны вне Европейского Союза. Но это все бла-бла-бла-бла. И вот неожиданно, значит, я даже не ожидал, что Иран так резко эмоционально отреагирует на подобного рода издевательства. Но это действительно издевательство, потому что в сентябре договорились о другом. Ну вот, Валентин Юрьевич, ждали. Ждали мы первого практического шага Европы по противодействию американских санкций. Оказалось, что просто шик. Ну, иранцы больше знают. Я тут как раз публиковал материал на эту тему, но я очень осторожно выразился. Я говорю, что есть много проблем, неожиданных проблем. А иранцы, они, поскольку, видимо, получают информацию из первых рук, они, конечно, были просто ошеломлены. Вопрос от Ивана Корнеева. Рост ВВП России в 2018 году ускорился до 2,3%, с 1,6% годом ранее. Об этом сообщил Росстат. Не зря под занавес года Медведев спешно сменил главу статведомства. Теперь оптимистичными отчетами нас будут кормить. Ну, безусловно, да, тут даже такая шутка появилась, что для того, чтобы ускорить экономическое развитие, надо сменить руководителя статистической службы. На бывшего сотрудника Министерства экономического развития. Да, да, да. Ну, кстати, я должен вам сказать, что в данном случае мы здесь не первооткрыватели, потому что и в Европе, и в Соединенных Штатах периодически происходит изменение методологии расчета разных показателей. И рочерком пера можно увеличить валовый внутренний продукт на 1, 2, 3%. 1, 2, 3% это даже не доля стат погрешности. Да, 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 да. Вот такие вещи. Ну, вот как-то мы с вами обсуждали, так, правда, мельком, значит, как реорганизуется европейская статистическая служба. Значит, происходит легализация некоторых видов бизнеса. Скажем, проституции. Но это же просто преступный бизнес. Он легализовался. Его услуги стали включаться в показатель ВВП. Оказывается, часть торговли наркотиками тоже сегодня фиксируется, как прирост вала внутреннего продукта. Валентин Юрьевич, не говорите, что Росстат до этого дойдет. Это Содом, понимаете? Моя статья даже называлась «Статистика Содома». Ну, мы туда же двигаемся, судя по всему. Я не знаю, какие там ухитрения Росстат предпринимает. То есть все-таки вы думаете, что имеет место какие-либо манипуляции со статистическими показателями? Я думаю, скорее всего, да. Но я думаю, что для более глубокого обсуждения этой темы вам лучше пригласить Василия Семчеру, который был директором института как раз в системе Росстата. Он знает все эти тайны Мадридского двора. Ну, Василий Семчера тоже не раз был в нашей студии. Олег Семачев спрашивает. ВТБ в четыре раза обогнал Сбербанк по привлечению валюты у населения. Теперь у нас Костин главный банкир в стране. Ну, я думаю, что там существует какая-то негласная конвенция. Сегодня ты и завтра мы, что ли? Нет, я думаю, что, понимаете, когда на рынке остается два гиганта, это азбучная истина, всегда заключается некое картельное соглашение. Но, естественно, что картельное соглашение, оно не афишируется. Оно может быть даже в устной форме, его иногда называют джентльменским соглашением. Поэтому, может быть, значит, Сбербанк решил отдать вот валютные депозиты господину Костину. Я просто одну из версий озвучиваю. Но в этой связи еще один вопрос задам. На этой неделе Банки России существенно повысили проценты по вкладам, ставки по вкладам. О чем это говорит? О том, что Центробанк 8, если я не ошибаюсь, февраля на заседании Совета директоров будет повышать ключевую ставку? Ну, наверное, будет повышать. Я думаю, что отчасти, наверное, это связано с тем, что клиенты банков не надеются на то, что Центробанк будет держать валютный курс рубля. Он будет обесцениваться. Ну, а если будет происходить обесценение рубля, то, значит, чем держать клиента? Повышением процентной ставки. Которая хотя бы чуть-чуть перекрывает инфляцию. Да. Да, но это инфляция, которая порождена не только, скажем, денежной массой. У нас как раз денежной массы не хватает. У нас очень своеобразная инфляция. Это рост цен, обусловленный обесценением рубля. Валютного курса рубля. Валютного курса рубля. А здесь Банк России явно играет в пользу доллара. Вы имеете в виду бюджетное правило и налоговый маневр? Ну, безусловно, безусловно. Накопление, значит, золотовалютных резервов, это, значит, игра против рубля. Это игра в пользу резервных валют. В данном случае это доллар. Хотя мы там и вышли из казначейских бумаг Соединенных Штатов. Но ведь доллар как валюта остается в резервах. В пользу евро, в пользу юаня теперь. Все эти накопления валютных резервов, это игра против национальной валюты. Это надо понимать. Но это, в первую очередь, игра в пользу компаний, которые экспортируют энергоресурсы. Ну, безусловно. А эта игра, в свою очередь, нужна кому? Она нужна экспортерам, она нужна Минфину, который исполняет в рублях бюджет. И, безусловно, она нужна хозяевам денег, которые имеют печатный станок, выпускающий доллары, евро. Это, безусловно, потому и спрос на доллары и евро, что в долгосрочной перспективе валютные курсы этих денежных единиц не падают. Если бы он падал, разбежались бы все в разные стороны. А он, если вы посмотрите длинные тренды, он держится. На каких-то отрезках, там, несколько месяцев, даже год, он может снижаться. Потом опять повышается. Хорошо. Экспортерам нужен слабый рубль. А обычному гражданину России, среднестатистическому, какой рубль нужен? Стабильный. Стабильный. Вы знаете, я буквально сегодня утром перечитывал майский указ президента. Вы знаете, я был просто поражен. Там написано о том, что в 2024 году наша инфляция не должна превышать 4%. Я тут вспоминаю 75-ю статью Конституции Российской Федерации, где написано о том, что Центральный банк обязан защищать и обеспечивать стабильность рубля. То есть на 6 лет прогнозируется, что банк не будет выполнять Конституцию Российской Федерации. И это, извините, указ президента. Я понимаю, что президент, скорее всего, не вчитывался в эти вещи. Но я, каждый раз перечитывая майский указ, каждый раз возмущаюсь и понимаю, что это Фелькина грамота. И никто и не собирается эту Фелькину грамоту исполнять. Но на этот год Центробанк прогнозирует инфляцию в 6%. Это официальная инфляция. Вы же сами понимаете, это все равно, что сказать. Через 6 лет у нас преступность будет находиться на уровне, я не знаю, миллион человек жертв преступности. Но у нас не должно быть преступность. Это записано в Конституции, там есть соответствующие статьи. У нас не должно быть инфляции. Как это так? На 2024 год инфляция не должна превышать 4%. А можно удерживать инфляцию на нуле? Конечно. Это можно сделать в течение нескольких месяцев. Михаил Кобзев с высоких трибун нас убеждает, что зависимость России от нефтегазового сектора снижается. В это можно верить? Но это в продолжение нашего с вами разговора. Ну, как раз я тут посмотрел длинные тренды за 20 лет. Никакого снижения доли углеводородного сырья в экспорте России не происходит. Более того, я, значит, неожиданно изучая эту тему, набрел на некий справочник Патриота. В этом справочнике Патриота есть статья, которая называется то ли нефтяная игла, то ли нефтяная зависимость. И, значит, нам пытаются внушить, что это миф. Я решил проверить, миф это или не миф. Я просто взял статистику Росстата, взял статистику Федеральной таможенной службы и взял, кстати, статистику Банка России. Ну, все открытые источники, которые их укралились. И понятно, что лицом к лицу лица не увидать, нужны длинные тренды. Я взял 20-25 лет. Никакого снижения. Даже вот в последнем 2018 году доля, значит, сырой нефти, доля нефтепродуктов, доля природного газа даже несколько увеличилась. А Банк России, кстати, дает очень ценную статистику экспорта углеводородных продуктов в физических единицах. Либо в миллионах кубических метров природный газ, либо в миллионах тонн. Так в физическом выражении объемы тоже не падают. А вот за последний год они даже увеличились. Поэтому, конечно, тогда мы возвращаемся к теме ВТО. А зачем нам ВТО, если мы экономика трубы? Для экономики трубы ВТО не нужна. Валентин Юрьевич, я предлагаю продолжить, может быть, этот разговор в нашей следующей программе. Спасибо большое, что пришли и ответили на вопросы. Спасибо и вам, дорогие телезрители, за активное участие в сегодняшней беседе. Всего вам доброго и до встречи в следующий вторник в 16.00 по московскому времени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok